Айгуль, я знаю, что вы достигли серьезных вершин и очень серьезного успеха в сетевом бизнесе. Скажите, а с чего начался ваш путь вообще в сетевом бизнесе? Мой путь начался с простого врача. Я была в MLM-компании, которая занималась товарным бизнесом, продавала добавки. Для врача для меня это было очень важно, потому что я понимала, что лекарства не спасут человека. Именно здоровое питание, правы. Но я знаю, что вы оставили врачебную карьеру и сейчас полностью перешли в сетевую индустрию. Как ваша жизнь поменялась до того, как вы занялись сетевым бизнесом и после того, как вы полностью с головой вошли в сетевую индустрию? Линейный бизнес обязывает ко многому. Прежде всего, непосредственному участию, непосредственному контролю. В сетевом бизнесе мне нравится, я вообще кайфую именно от Life is Good, потому что я езжу, я открываю регионы, и я получаю кайф от этого. Айгуль, а если бы сейчас вот отмотать была бы возможность и начать все сначала, осталась бы все-таки в лидийном бизнесе или повторила бы путь в сетевом? Нет, конечно, я бы оставила свою жизнь, потому что в ней много прекрасного, но сетевой, сетевая жизнь – это обязательное условие моей жизни было бы. А что вас мотивирует в сетевом бизнесе? Мотивирует прежде всего деньги, потому что здесь реально можно заработать, но заработать совсем по-другому, не присутствовать в бизнесе, как в линейном. У меня есть время свободное, я его могу планировать. У меня есть люди, и самое главное, они не скучные, они не грустные, они не загруженные, они вот амбициозные, они чего-то хотят, они всегда позитивные. Вот это мне нравится. Айгуля, если бы сравнить вас до сетевого бизнеса и после того, как вы занялись сетевым бизнесом, вот яркие какие-то различия есть, что поменялось в вашей жизни кардинально? До сетевого бизнеса, конечно же, я была вся серьезная, вся такая степенная, но дух авантюризма, видимо, у меня все-таки был азарт, вот эта вот игра, и в сетевом я полностью раскрылась в этом. Конечно, еще много чего есть, к чему надо стремиться, но сетевой в этом мне нравится, именно позитивом, возможностью учиться у самых лучших, и именно практиков, не теоретиков. Скажите, а ваше окружение, ваши друзья, ваши коллеги, врачи, как они отреагировали на то, когда вы полностью ушли в сетевой бизнес? Они сказали мне, да, Игулька, мы знали, что ты обязательно чего-то добьешься. Они приходят, они видят, они наблюдают, часть людей наблюдает, конечно, за мной, часть людей присоединяется, и они в восторге. А когда вы только начали заниматься сетевым бизнесом, когда вы только начали предлагать продукт своей сетевой компании, вы с кого начали? Ну, прежде всего, с себя, со своего близкого окружения начала. И я вообще, когда ушла в сетевой бизнес, я просто ушла из традиционной профессии быть врачом, на приеме сидеть. Я просто открыла свой медцентр и занялась продажей. Какие внутренние переживания двигают вами, что вы получили от сетевого бизнеса? Я именно получила, наверное, все-таки вот это удовольствие, кайф, что я могу распоряжаться своей жизнью, показывать пример своим детям. Пусть я даже не наставляю их, как обычно, но они видят, «Вау, мама туда поехала», «Вау, маме звонят», «Вау, мама востребована», «Вау, мама каждую неделю показывает свои чеки», «Вау, мама то купила», «Вау, мама туда поехала». Ну, конечно, это все с разрешением моего супруга и с нашего совместного движения. Айгуль, какие ваши планы на следующий год? На ближайший год, скажем так. Я когда вообще пришла в сетевой бизнес, в 2014 году, когда я пришла в Life is Good и открыла счет, и увидела маркетинг и выплаты, у меня сразу так 100 тысяч в месяц, как минимум евро. Это моя планка была на тот момент. Сейчас я думаю, что где-то 150 – это нормально. Айгуль, я знаю, что вы очень успешная в своей компании. А скажите, какие правила или какие принципы помогают вам быть такой успешной? Прежде всего, дорогу осилит идущий. Вот у меня это есть очень сильно, и я знаю, что обязательно добьюсь. Во мне очень сильно есть предназначение, миссия. Я для чего-то сюда пришла, в этот мир, и я хочу, конечно же, реализоваться. Если бы перед вами сейчас сидел человек, который не может принять решение, заниматься ему сетевым бизнесом или нет, какой бы аргумент, самый главный, вы сказали, что ему именно нужно заниматься эмалом бизнесом? Я бы ему сказала, вот ты знаешь, у тебя сколько жизней ты собираешься жить? Он бы мне сказал, ну да, ну конечно. А что ты за этот период добился, чего ты успел? Ты реализовал то, что ты хотел? Ты об этом мечтал? Ты получил это, а здесь ты это реально можешь получить. И я тебе обещаю, потому что я сама это получаю здесь. И я покажу тебе, как это сделать, как этого добиться. Айгуль, а что вы лично получили от этого бизнеса? Комфорт, внутреннее удовольствие, внутренний такой драйв я получила, что я реально могу эту жизнь сделать так, как я ее хочу. Не так, как общество диктует или вообще что-то извне. Нет, именно я так захотела, и я это добиваюсь. И когда у меня какая-то возникает ситуация, как реагировать на это, я всегда думаю, сделает это меня счастливым или нет. Все, и когда я это все сделаю счастливым, я туда иду. Айгуль, а теперь вопрос вам, как к маме. Вы прошли такой серьезный путь. Своим детям вы порекомендовали бы заняться сетевым бизнесом? Очень. Вот в первую очередь я хочу, чтобы мои дети занимались сетевым бизнесом. Потому что я понимаю, ну что такое работа с 9 до 6, ну что этот отпуск раз в год. А здесь они реально получат то, что хотят. Я вас благодарю за ваши слова, за ваши откровения. Всего вам доброго. Благодарю. Счастья вам и благополучия вашей семье. Благодарю. Благодарю.